Взрыв! Образовался огромный огненный шар, сила света которого намного ярче солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся кукол. Весной 1950 года в глухом таежном месте на берегу реки Енисей начали происходить странные события. В труднодоступное место перебрасывались тысячи рабочих. Им была поставлена невероятно сложная задача – внутри горного массива построить уникальный подземный технологический комплекс на глубине до 200 метров. Таким образом планировали защитить сверхсекретное предприятие от ядерной бомбардировки. Здесь в горной толще расположился комбинат номер 815, в котором производили очень важный продукт – плутоний-239. На тот момент это было уникальное сооружение, не имеющее аналогов в мировой истории. Именно здесь, вдалеке от лишних глаз, в глухом лесном массиве, ковался ядерный щит Советского Союза. Об этом месте известно немного, а большая часть информации до сих пор находится под грифом «совершенно секретно». В этом выпуске поговорим о загадочном предприятии – комбинат 815. С вами канал «Секретные хроники» и его ведущий Сергей Громов. После Второй мировой войны основной задачей военной промышленности Советского Союза было создание атомной бомбы. На Сталина и его ближайшее окружение огромное впечатление произвели ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Советское руководство понимало, каким разрушительным потенциалом обладает ядерное оружие, а его отсутствие может привести к не менее катастрофическим последствиям. В Советском Союзе в обстановке строжайшей секретности был сформирован особый специальный комитет, который должен был установить необходимый паритет США по ядерному оружию. Руководить советской ядерной программой назначили наркома внутренних дел товарища Лаврентия Берия. 29 августа 1945 года на Семипалатинском испытательном полигоне была испытана первая советская атомная бомба имплазивного типа с плутонием РДС-1. Основным компонентом ядерной бомбы были изотопы плутония-239 или урана-235. Их получение стало стратегически важной задачей. Специально для этих целей в 1945 году в Челябинской области началось строительство комбината номер 817, который впоследствии получит название «Производственное объединение «Маяк». В Томской области начинается строительство комбината 816. Здесь будут создаваться компоненты ядерного оружия. Несмотря на то, что оба комбината находились в глубине советской территории, они не были защищены от ядерной бомбардировки. А полное уничтожение производства оружейного плутония обернулось бы настоящим крахом для Советского Союза. Именно по этой причине Лаврентий Берия убедил товарища Сталина, что крайне важной задачей является строительство еще одного комбината по производству плутония. И располагаться этот комбинат должен был глубоко под землей. Товарищу Сталину, в целях укрытия от воздушного нападения, намеченного строительством комбината номер 815, специальным комитетом было организовано обследование нескольких районов с естественными возвышенностями для выбора места строительства комбината, позволяющего расположить под землей основные сооружения комбината. Наиболее приемлемой нами признана площадка на реке Енисей, в 50 километрах от города Красноярска. В сравнении с другими площадками она более удалена от возможных воздушных баз противника и позволяет построить основные сооружения комбината в прочных скалистых породах с заглублением на 200-230 метров над крышей самых высоких зданий комбината. Наряду с этим вода реки Енисей удовлетворяет требованиям обеспечения комбината водой. Проектом предусматривается расположение под землей всех основных цехов комбината, теплоэлектроцентрали на 75 тысяч киловатт, устройства по водоснабжению, складов сырья и готовой продукции. Весной 1950 года по распоряжению МВД СССР создается исправительно-трудовой лагерь «Гранитный». Грандиозную стройку планировалось вести силами заключенных. Для спецконтингента были созданы особые условия. В случае выполнения плана один день проведенной на стройке засчитывался за три дня срока. Несмотря на тяжелые условия, многие хотели попасть на стройку комбината, чтобы сократить срок. В глухую тайгу помимо заключенных доставили специалистов московского метростроя. Секретную стройку курировал сам Сталин. Силами заключенных началось строительство железнодорожной ветки протяженностью более 50 километров. Это позволило быстро доставлять необходимый груз на строительные площадки рабочего поселка и комбината. К концу 1950 года на строительстве объекта трудилось 30 тысяч человек. Вскоре началось строительство основного транспортного тоннеля, ведущего вглубь горы. Одновременно шли работы на 13 площадках. Три штольни проложили от реки Енисей, еще две с противоположной стороны горы. И еще восемь стволов проложили сверху горы. Впоследствии часть из них войдет в транспортную систему объекта. Часть будет использоваться для прокладки коммуникаций, энергоснабжения, вентиляции и подачи воды из Енисея в реактор. Излеченную горную породу доставляли наверх с помощью аккумуляторных электровозов. Породой засыпали низменность у подножия Атамановского хребта. Также с помощью нее создавали специальный карниз вдоль реки Енисей, по которому проложили автомобильную трассу и железную дорогу, ведущую к подземному объекту. Практически круглосуточно велись подрывные работы. Нужно было в максимально сжатые сроки достичь глубины 230 метров от поверхности. В самом сердце гранитной горы создавалась гигантская камера высотой 72 метра. Здесь планировали установить ядерные реакторы для производства оружейного плутония. Строительство было настолько трудоемким, что несмотря на круглосуточную работу десятков тысяч строителей, сооружение сверхсекретного объекта растянулось на годы. Уже после смерти Сталина ввели в эксплуатацию транспортные тоннели. Внутри горы двигались электропоезда, которые доставляли под землю рабочих и необходимые материалы. В 1957 году гигантская камера внутри горы была полностью готова. Затем начался монтаж реакторного оборудования. Зал с реакторами защищал гранитный слой толщиной в 200 метров, который позволял сохранить объект даже после ядерного удара. Для секретного комбината был разработан ядерный реактор АД. 28 августа 1958 года он был принят в эксплуатацию. После этого начался монтаж второго реактора, который помимо наработки плутония вырабатывал также и электроэнергию. Реакторы оснащались графитовыми замедлителями и водяным охлаждением. Их активные зоны охлаждались с помощью воды из Енисея. После эта вода сбрасывалась в реку и вызывала радиоактивное загрязнение. В конце 1963 года запустили третий реактор. Он имел уже замкнутый контур охлаждения, благодаря чему исключались радиоактивные выбросы в Енисей. Третий реактор действовал как нарабочек военной продукции и обеспечивал электричеством, теплом и горячей водой город Железногорск. Это был секретный закрытый город, построенный в тайге. Въезд туда строго запрещался, а жители давали подписку о неразглашении, о том, где они живут и чем занимаются. О существовании этого города узнали только в 80-х годах. В самом сердце гранитной горы работали три ядерных реактора. Это был целый подземный город, многоэтажная система подземных тоннелей. Каждые 10 часов система подземной вентиляции полностью меняла воздух. На противоположном берегу Енисея, в 10 километрах от объекта, построили площадку, на которой закапывали радиоактивные отходы. Для этих целей было пробурено 500 скважин. Помимо реакторов, под землей было построено несколько заводов, электростанций и перерабатывающих предприятий, в том числе радиохимический завод, на котором перерабатывали облученный уран. Был построен завод регенерации топлива, на котором извлекали невыгоревший уран из тепловыводящих сборок для повторного использования. Несмотря на секретность объекта, в 1962 году в отчетах ЦРУ появилась информация, что неподалеку от Красноярска, вероятно, существует крупное подземное производство плутония. Американские спутники-шпионы сделали ряд фотоснимков, грандиозной стройки, которая сразу же привлекла внимание. О том, что именно было построено в Сибирской тайге, ЦРУ догадалась косвенным образом. Дело в том, что первые два реактора работали в прямоточном режиме и сбрасывали воду в реку. Горячая вода по специальным тоннелям попадала в Енисей, в результате чего на определенном участке река перестала замерзать зимой. Проанализировав всю полученную информацию, американцы сделали вывод о наличии подземного производства плутония. Впрочем, это не помешало комбинату 815 работать на полную мощность и на долгие годы обеспечить Советский Союз стратегически важным оружейным плутонием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok